Темпы действительно высокие, достигнуть их можно, но лишь за счет максимальной загрузки мощности наших предприятий и, конечно же, сбыта продукции. Задачи для производства условно разделим на два направления. Во-первых, пятилетка 21-25 должна стать инвестиционной. Деньги продолжат вкладывать точечно, где необходима модернизация. Во-вторых, ждут реализации бизнес-планов, выхода на полную мощность тех заводов, куда уже были вложены финансы. Программа просчитана, она, как вы знаете, прошла очень большое сито. Ну, конечно, есть и внешние факторы, обстоятельства, которые могут влиять на ее выполнение, но это живая материя, при необходимости программа будет корректироваться. Но фундамент программы, конечно же, останется. Итак, определяющей становится борьба за внешние рынки. Санкционная риторика, увы, бесследно не пройдет, вызовет своего рода трансформацию, но, заверяют в профильном ведомстве, она коснется далеко не всей экономики. Любые трудности – это повод мобилизоваться. Над экспортной стратегией задумались основательно. Тема внешних рынков проходит красной линией через всю стратегию. Мы определили опорные точки, направление, где будем перерастать. Во-первых, это рынок Азии, Китай, Индия. Следующее направление – Африка. Тоже большой рынок, особенно в части инвестиционных товаров. Там есть возможность почти полмиллиарда нашей техники поставить по нашим расчетам. И остается наш основным рынком Российская Федерация. Конкурентная способность – залог успеха. Программа акцентирует внимание на важности для предприятия оперативно и гибко реагировать, как на мировую конъюнктуру, так и на то, что необходимо здесь и сейчас нашей стране. Ставка на ускоренное развитие высокотехнологичных производств, в том числе с приставками электро и эко. В фармацевтике предстоит реализовать не менее 9 инвестпроектов, продолжат работать над отечественной вакциной против COVID-19. Основная цель – это рост благосостояния населения. Эта цель разбивается на задачи. Мы видим, что только за счет увеличения производительности труда, за счет конкурентоспособности новых продуктов можно ее достичь. Это все в наших руках. Повысить долю Белазов на мировом рынке карьерной техники до 31%, расширить объемы и других традиционных производств, но обязательно на новой технологической базе. Преобразования ожидаются на БМЗ, Гродно-Азоте, Белшине, в Столбцах построят литейный завод. Это лишь только несколько примеров больших инвестпланов. Ждем запуска сразу двух крупных горнообогатительных комплексов на Петриковском месторождении и на Нежинском участке Старобинского. Наши амбиции – войти в пятерку мировых производителей калийных удобрений. Промышленникам поручено освоить 2,5 сотни новых видов импортозамещающей продукции. Подходили здесь к выбору проектов с учетом и компетенций, имеющихся у нас. Во-вторых, с учетом тех конкретных преимуществ, которые есть в конкретных регионах, где эти проекты сформированы и должны реализовываться. Поэтому ни один проект не остался, скажем так, в долгом ящике. Сильные регионы – ключевой приоритет пятилетней программы. Минская область – это большой промышленный пояс с развитием промышленных парков. В городах поменьше акцент на переработку местных ресурсов. Во главе угла всех преобразований – снижение затрат на производство. Целевой ориентир – минус 1,5-2% ежегодно. Для чего все это? Реализацию всех пунктов программы должны почувствовать мы с вами, в том числе и в наших кошельках. В среднесрочной перспективе ожидают доходы белоруса вырастут на 20%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова